Продолжение следует... Условия максимально приближенные к бою нам создали, то есть там и дым, и огонь, и стрельба, взрыв пакеты, чтобы мы ощутили, как это в бою быть. Тоже жарко, грязно, пыльно, ну то есть интересно, весело. Конечно, когда это не по-настоящему, а учение, это весело. Два года теории, несколько выездов на учебные бои и перед выпуском полоса препятствий или, как ее еще называют, психологическая полоса. Эмоции отличные. Я вот чего ожидал, то и получил, но не страшно. Задача была отработать психологическую стойкость, когда едет техника, танк. Мы поражаем его триплексы. После выпуска студенты гражданского вуза получают звание младший лейтенант. В конце июля они примут присягу и станут офицерами запаса. Военная кафедра, во-первых, интересна, во-вторых, будет уже второе высшее образование, а там сейчас сработает трудно, так что вдруг получится, можно и на военной специальности. Но есть и те, кто после выпуска сразу же подписывает контракт с ВСУ. Много рабочих мест в армии и давно хотел здесь служить. Тем более ситуация в Украине, требуются новые кадры. Осознанно выбирал это, долго думал. Разнарядка пришла, по которой контракт подписывается в Мукачево, в 128-ю горнопехотную. После начала войны на Донбассе учения на полигонах как для военных, так и для студентов гражданских вузов значительно увеличились. Командиры говорят, это сделано не для галочки, а для реальной подготовки офицеров запаса, которых недавно, впервые за три года войны, начали призывать по мобилизации. Ольга Клинченко, Евгений Клементьев, 057.